Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Иоанна. 19 глава включает в себя рассказ об осуждении Иисуса Пилатом и о распятии и погребении. Когда Пилат попытался отпустить Иисуса, избавить его от смерти, которой так добивались первосвященники, фарисеи, члены Синедриона, он вывел Иисуса на площадь и предъявил его толпе, которая стала кричать, что не надо его отпускать, отпускай нам варафу, разбойника. Тогда Пилат делает еще одну попытку, а именно он приказал бичевать Иисуса, подвергнуть его пурке. Это одно из стандартных наказаний для неримских граждан. И Евангелист говорит о том, что Пилат велел бить Иисуса, и воины не только бичевали его длинными кожаными бичами с металлическими крючьями, которые были вплетены в них, часто сама по себе эта порка оказывалась смертельной для тех, кого подвергали этому мучительному наказанию, но они еще и издеваются над ним, одевая ему в качестве потехи терновый венец, очень колючий. Тоже было одно из средств впытки, и при этом, говорят ему, радуйся царь иудейский. И вот уже из битого Пилат выводит Иисуса снова к собравшимся перед его домом людям, там отчасти члены Синедриона, отчасти такая организованная ими толпа, и он говорит, вот этот человек, вот этот человек. Пилат, может быть, отчасти надеялся, что поскольку по римскому закону нельзя за одно и то же наказывать дважды, у него будет возможность сказать, вот этот человек Иисус из Назарета уже претерпел бичевание, он уже наказан, и поэтому можно только дальше отпустить его, не подвергая вторично наказанию за то, что он там сделал, что бы он там ни сделал. Вот. Но первосвященники и служители стали вместо того, чтобы дать Пилату возможность уйти, сохранив лицо, кричать «распни, распни его». И когда Пилат удивился, что он такого сделал, что вы так настаиваете на его смерти, они говорят, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Вообще говоря, совершенно другое обвинение, чем то, которое звучало ночью, и то, которое прозвучит буквально 15 минутами позже. Они говорят о том, что Иисус в своем учении, в своих действиях, в своих словах о себе сделал себя Сыном Божьим, назвал себя Сыном Божьим, и это они воспринимают как богохульство. И вид избитого, окровавленного человека для них в каком-то смысле ужасающий знак, потому что все, что они знают, думают, надеются о Мессии, говорит им, что Мессия не может потерпеть поражение, Мессия не может оказаться избитым. Если он избит и окровавлен, значит, точно это не Христос. И они только еще больше укрепляются в своей ненависти к нему и в своей уверенности в том, что он богохульник, и когда он говорил о себе «Я и Отец одно», когда он говорил о себе, как о Сыне Человеческом, том, кто придет от Бога спасти людей, он говорил неправду. Поэтому они говорят, вот у нас есть закон, и для него именно его обман, его неправда, означает, что он должен умереть. Он должен умереть, потому что это богохульство. Дальше о богохульстве речи уже идти не будет. Пилат в этот момент возвращается снова к Иисусу и говорит, откуда ты. Он, конечно же, не имеет в виду места рождения, происхождения Иисуса, а именно это его реакция на слова первосвященников о том, что он сделал себя Сыном Божьим. И в этот диалог Иисус уже не соглашается войти. Он молчит. Пилат удивляется этому, потому что мало кто дерзал не отвечать на вопросы римских властей в подобных ситуациях. И поэтому он говорит, я имею власть тебя распять и отпустить. Ты должен мне ответить. На что Господь говорит тоже удивительные совершенно слова. Ты не имел бы надо мной власти, если бы не было дано тебе свыше. Трудно сказать, происходил ли этот разговор на греческом. Ну, точно не на латыни. В те времена на Востоке почти никто не знал латынь, скорее греческий, или на арамейском через переводчика. И поэтому снова у нас есть некоторое затруднение, что означает слова того греческого текста, который написал Иоанн, и который до нас дошел. Потому что, конечно же, с одной стороны, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Это указание на то, что Пилат – человек, поставленный императором, подвластный императору, и та власть выносит смертные приговоры, юз гладии, которая у Пилата есть, дана ему по воле императора и сената. Но в то же время, конечно, когда глаз читателя надалкивается на эти слова, часто очень нам кажется, мы думаем, что Иисус говорит о власти, которая была дана, если хотите, провидением, провидением, как о власти свыше, дарованной, соответственно, от Бога. Но это до некоторой степени натяжка, потому что если бы Иисус именно так, именно это хотел сказать Пилату, это означало бы некоторый фатализм. А здесь выбор действительно за Пилатом. И здесь он говорит о грехах и самого Пилата, и тех, кто предал Иисуса Пилату. Значит, тем не менее, вот эта отчасти загадочная фраза произнесена, и Иисус тем самым, помимо всего прочего, отвергает попытку Пилата его запугать. Надо сказать, что снова Пилат пытается найти способ отпустить Господа Иисуса, и, видимо, попытки его остаются где-то за кадром Евангелия от Иоанна. Но первосвященники, фарисеи, их служители, которые были на площади в этот момент, начинают, собственно, прямо обвинять Иисуса в политическом преступлении. Они говорят, если ты его отпустишь, ты не друг кесарю, потому что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Таким образом, они напрямую обвиняют Иисуса в политическом бунте, в том, что он пытался свергнуть власть кесаря и стать царем римской провинции Иудии. И для Пилата это, в общем, означает, конечно, большую опасность, потому что может последовать донос, может последовать донос, первосвященники шантажируют его, говоря, что если ты его отпустишь, мы напишем, напишем на тебя, что ты, там, вот заведомого бунтовщика, опасного, самозванца и так далее отпустил. И поэтому он еще раз, Пилат еще раз спрашивает, царя ли вашего распну, для того, чтобы получить, собственно, выражение лояльности в ответ. И все собравшиеся две-три сотни людей перед его домом говорят ему, нет у нас царя, кроме кесаря. И тогда Пилат соглашается предать Иисуса на казнь. В большинстве древних городов казни не совершались в черте города. Это было характерно и для Иерусалима, и для Рима. Для этого выбирали какие-нибудь места в окрестностях, чаще всего хорошо заметные, потому что, как и в этом случае, казни, как правило, не только пресекали деятельность тех, кто был присужден к ним, но и служили некоторым орудием пропаганды, если хотите. Поэтому Голгоф или Лобное место было расположено за Иерусалимскими стенами, и вот воины повели Иисуса и еще двух осужденных на смерть разбойников в это место и распяли его. Это мучительная и позорная казнь, которую римляне применяли только к рабам и к жителям завоеванных стран, сопротивлявшихся Риму с оружием в руках. А для иудеев, которые помнили слова Писания «проклят всяк, висящий на древе», вот эта форма казни означала проклятие от Бога, которое выразилось в том, что человек умирает вот именно таким образом, страшным, мучительным и позорным. Пилат написал табличку. Это, кстати, тоже была довольно распространенная практика при распятии. И он написал табличку с указанием вины или с приговором, на которой было написано «царь иудейский». На что, надо сказать, первосвященники и фарисеи попытались все же как-то возмутиться и говорили «не пиши этого, а напиши, что он там о себе утверждал, что он царь иудейский». И Пилат ответил на это, что я написал, то написал уже. Дальше участвовать в этом шантаже он отказался. Распятие – это казнь, которая может занимать очень много времени, до нескольких суток, потому что в основном умирают на кресте люди от удушья, под тяжестью собственного веса. Они изнемогают и не могут дышать. Могут только делать это, приподнимаясь на ногах. И вот в то время, пока эти три человека – Иисус и два разбойника – висели на кресте, на Голгофе была поставлена стража, главным образом для того, чтобы никто не делал попыток отбить и избавить тех, кого в этот момент казнили. Воинам, конечно, было скучно, поэтому они пытались развлечь себя, как могли. В частности, видимо, играли в кости, любимую римскую игру, в качестве ставок, используя одежды Иисуса. Да, ну а поскольку хитон у него был, как пишет Евангелие, цельнотканный, не сшитый, то вот они решили его не разрывать, а опять-таки бросить жребий, кому он достанется. Воины совершенно не имели в виду никакие пророчества. Они знать о них не знали. Но вот тем не менее, конечно же, ученикам Господа Иисуса не могли не вспомниться слова псалма «разделили ризы мои себе, а в одежде моей метали жребий», потому что для тех, кто был в этот момент у Голгофа, у подножия креста, а там было совсем немного людей, это пророчество, эти слова псалма вдруг обрели совершенно другой и новый смысл. И всё происходящее, как бы оно ни было чудовищно и трагично, тем не менее, вот оказалось не сокрыто от Бога, и не сокрыто от боговдохновенного псалмопевца. Поэтому это пророчество часто, почти всегда вспоминают ученики Иисуса, когда говорят, думают или пишут о распятии. Евангелист Иоанн в этот момент был, в сущности, единственным из учеников, который вместе с Пресвятой Богородицей и несколькими другими женщинами стоял у подножия креста, и его коснулось тоже довольно важное событие. Дело в том, что в древнем обществе, в разных его частях, положение женщин могло быть очень разным. И если в Риме аристократки могли вполне владеть собственностью и обладали определенными правами, по крайней мере, экономическими, не политическими, конечно, то для Востока это было не характерно. И вообще говоря, женщина, которая не принадлежит, не защищена властью никакого мужчины, представляла собой существо крайне уязвимое и совершенно бесправное и беззащитное. Поэтому, когда, скажем там, Евангелие или Ветхий Завет хочет сказать о самых беззащитных, оно говорит вдовы и сироты, потому что вдовы практически, за которых некому было заступиться, практически лишались вообще всех прав, в том числе и любых, и оказывались совершенно беззащитными и без существования. И вот на кресте Господь, видя Богородицу и своего ученика Иоанна, который был здесь, он обращается к ней и к нему и говорит жену «се сын твой» и «се матерь твоя». Таким образом происходит, ну, в некотором смысле усыновление. Он передает Пресвятую Богородицу под опеку и защиту своего ученика. И с этого времени, как пишет евангелист, этот ученик взял ее к себе. И, конечно, для очень многих христиан вот этот момент усыновления одного ученика или, может быть, всех учеников в его лице Пресвятой Богородице стал вещью довольно важной. И дело даже не в том, что у нас есть те или иные письменные древние документы о том, что это означало, а скорее именно в том отношении к этому факту, которое среди христиан первых столетий очень быстро распространилось. Все-таки дело не только в том, что Богородица, так сказать, поступает под защиту и опеку евангелисту Иоанну, но и в том, что все ученики Иисуса через Него в каком-то смысле усыновляются Богородице именно в этот момент у Креста. И после этого Господь говорит жажду и тоже до некоторой степени это может быть обрывок того, что Иисус говорит на Кресте, как обрывком являются и слова Псалма «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил», которые приводят евангелисты, потому что человек, который умирает на Кресте, не может говорить громко, только очень тихо, и на отдалении, где стояли Мария, Иоанн и другие, несколько человек, женщин, которые здесь были, далеко не все доносится, поэтому что имеется в виду невозможно утверждать с однозначностью, с большой вероятностью, судя по реакции стражников, Господь говорит о том, что он жаждет, что он хочет пить, но все-таки среди христиан всегда было популярно представление о том, что он имеет в виду нечто гораздо более глубокое, но все-таки вот стражники хватают первое попавшееся, у них был уксус, прокисшее вино, собственно говоря, который использовали, разбавляя водой, для того, чтобы в жару утолить жажду, и вот они наполняют уксусом губку, надевают ее на копье и подносят к губам Иисуса. И тогда он, сказав, совершилось, преклонив главу, предал дух. смерти Иисуса, собственно, действительно, это то, о чем можно было бы сказать, совершилось. Все самое важное и самое жуткое в истории мира в этот момент действительно завершилось. Но в жизни на самом деле так не бывает, поэтому за этим следует еще целый ряд событий, в первую очередь связанных с погребением, потому что казнь совершилась в пятницу по преданию достаточно древнему, чтобы доверять ему, смерть Иисуса произошла около трех часов дня по нашему времени, то есть в девятом часу дня по тогдашнему счету времени, и это была пятница перед Пасхой, и иудеи считали, что оставить тела распятых на кресте, вне зависимости от того, умерли они или нет, невозможно, это будет осквернением. Поэтому они просили Пилата ускорить смерть, это делалось обычно вот тем способом, о котором евангелист говорит, распятым перебивали кости голени для того, чтобы они уже не могли приподняться на ногах, и тогда человек задыхался очень-очень быстро, в течение буквально там нескольких минут. И вот у одного и второго разбойников перебили голени, но когда воины подошли к Иисусу, оказалось, что он уже мертв. И для того, чтобы проверить это, один из воинов копьем проткнул ребра Иисуса, и потому, что он увидел, в том числе, потому, что вытекли кровь и вода, ну и кроме того, Иисус в этот момент, видимо, действительно, будучи мертв, не мог ничего сделать. Если живого человека ткнуть копьем, последует обязательно какая-то реакция. И вот потому, что воин увидел, потому, что тотчас вытекла кровь и вода, и потому, что Иисус не совершил даже никакой попытки двигаться, вот они пришли к выводу, что он мертв, и поэтому не надо перебивать ему голени. И как и в предыдущем случае с пророчеством, они и знать не знали, что у пасхальном агнце, который приносится в жертву во спасение народа Божьего, и чьей кровью защищается народ Божий, что о нем сказано, кость его да не сокрушится. Тем не менее, произошло именно так, и для учеников Иисуса тоже это стало, если хотите, таким чрезвычайно важным знаком, откровением, которое открыло им глаза на подлинный смысл происходящего. И еще одно пророчество, пророчество Захарии цитирует здесь евангелисты слова будут смотреть на того, которого пронзили. Пророк Захарий в этот момент говорит о том, что избавление наступит в народе Божьем, избавление станет возможным для людей изменение жизни, тогда, когда они заплачут о пронзенном, тогда, когда посмотрят, будут смотреть на того, которого пронзили, и каждый, кто увидит эту казнь и эту смерть этого пронзенного, Захарий говорит о мессии, конечно же, зарыдает, заплачет от ужаса, от страха, от жалости, и вот эти слезы скорби действительно могут изменить человеческое сердце, в этом смысл пророчества. И понятное дело, именно на этом основании цитирует здесь это пророчество евангелисты Иоанн. Входить в дом язычника или прикасаться к мертвому телу было осквернением, которое делало невозможным участие в пасхальной трапезе, да, и все это мы уже говорили, и поэтому первосвященники не входят в дом Пилата и так далее, но находятся по меньшей мере два человека, для которых их отношение к Иисусу, любовь к нему, уважение к нему оказываются важнее, которые жертвуют праздником, Пасхой, идут к Пилату, просят у него тело Иисуса, снимают его с креста, что тоже было само по себе не меньшим осквернением, чем войти в дом Пилата, и погребают Иисуса, обвив его плащаницей, так, как это было принято. Там рядом была новая, недавно высеченная в скале гробница, в которую положили тело Иисуса, и ушли как можно скорее, потому что наступала суббота, день, когда ничего делать было нельзя по закону. И вот, собственно, эти похороны поспешные, когда даже всего, что нужно было, или принято было делать, сделать не успели, и потом, после субботы, женщины еще пойдут умастить его благовониями, эти похороны удивительная тоже вещь, потому что, оказывается, есть люди, для которых важнее Иисус, для которых отношение к Нему действительно на первом месте является основным побудительным мотивом их поступков. Это тоже чрезвычайно важно, потому что именно они оказываются для читающих этот текст учеников Иисуса примером для подражания. КОНЕЦ